Итак, представьте, вы просыпаетесь рано утром, а около вашей кровати сидит существо в пурпурную чешуйку. Вы не в силах не вымолвить ни слова, а оно вам заявляет, я прибыл с Марса, я буду исследовать человеческий разум, и именно ваш мозг подходит для этого больше всего. Вы, конечно же, в полном недоумении, оно заявляет, что только вы можете его видеть, только вы можете его слышать, а если вы кому-то расскажете, оно будет вынуждено вас уничтожить. Я со стороны врача-психиатра, с той стороны баррикад, сегодня расскажу, что такое шизофрения, как она выглядит, как она передается, кто ей болеет, можно ли вылечить, и если можно, то как. Так, откуда у нас в больнице взялись Наполеоны, откуда взялись ветераны галактических войн, почему за ними следит ЦРУ, что такое молекулярный пряник, я тоже расскажу. Шизофрения в переводе с греческого обозначает раскол рассудка. Поэтому многие шизофрению путают с расстройством множественной личности. Это совсем не так. К сожалению, в результате шизофренических изменений не набирается даже на одну личность, когда заболевание, так сказать, исчерпывает себя, не то что уж там на 2 или 3. Для начала немного статистики. Действительно, 1% населения земного шара болен шизофренией. Более того, мои коллеги посчитали, что всегда и во все времена болел 1% и распределенным по земле был примерно равномерным. Это говорит о том, что не бывает ни эпидемии шизофрении, нельзя сказать, что когда-то болели больше, когда-то болели меньше, что кто-то заразился, кого-то укусили. Так не бывает. Дело в том, что шизофренией назвали шизофрению только в 1911 году и сделал это выдающийся психиатр Блёйлер. До этого шизофрению выделили как заболевание лет 20. До него дали ей название раннее безумие, деменция прекокс. Только в это время шизофрения, повторюсь, стала заболеванием. А до этого с нашими больными чего только не делали. Их отправляли в корабле в открытое море в надежде, что они оттуда никогда не вернутся. Их пытали каленым железом, в холодную воду их окунали, как за арцистом водили, чего только не делали, никак себя в фантазии не ограничивали. Я недаром свою лекцию читаю именно сегодня. Каждый год в октябре мы отмечаем Всемирный день душевного здоровья. В этот день мы говорим о том, что мы живем с вами в прекрасное время. Мы живем тогда, когда больной может назваться больным, небесноватым, непроклятым. Он имеет право на помощь, на лекарства, на реабилитацию и вообще живет лучше, чем когда-либо. К сожалению, современная наука до сих пор не может толком ответить на вопрос, откуда же взялась шизофрения. Появилось много теорий, но некоторые теории были настолько абсурдными, что у нас возникали сомнения в адекватности самих авторов. Один ученый, например, в Америке считал, что шизофрения – это ошибка эволюции. То есть какая-то особь решила стать лучше, чем мы с вами, начала эволюционировать, что-то пошло не так, мозг, конструкция сложная, процент брака высокий. И вот заболевает такой у нас человек шизофрения. На самом деле он старался как-то апгрейд в себя совершить. Тем не менее, от этой теории, слава богу, быстро отказались, появились другие. Например, сторонники вирусной теории утверждали, что шизофрения – такое же заболевание, как грипп, как спид, как сифилис. Она тоже передается. Непонятно, правда, как, но передается. Благо, она тоже осталась в прошлом. Сторонники социокультурного подхода утверждают, что во всем виновата общество. С его стереотипами, навязанными правилами, отношениями. И болеет у нас больной только потому, что его общество довело. Сторонники Фрейда и его учения психоанализа считают, что в основе – внутриличностный конфликт, регресс эго из-за эмоционально холодной матери, проблемы с воспитанием. Ну и благо, тоже она осталась в прошлом. На сегодняшний день нам больше всего нравится генетическая теория, что существуют некие гены или группы генов, которые отвечают за то, что шизофрения будет передаваться. И действительно, путем некоторых исследований мы установили, что если болеет один родитель, то вероятность рождения у ребенка – 12-13%. Если болеют оба родителя, а бывает, к сожалению, и такое, то вероятность составляет уже 50% и даже переваливается в 50%. Если никто из родителей не болеет, это не освобождает никого от риска. Кроме того, мы выяснили, что шизофрения может накапливаться с поколениями в генофонде. Что же происходит в мозге? Дело в том, что действительно все это время, пока люди сходили с ума, ученые пытались понять, что же происходит у них в мозге. Им посмертно, даже кому-то прижизненно вскрывали мозги, смотрели и убеждали, что мозг остается такой же, что морфологически ничего не поменялось, анатомически все осталось на месте. И был такой интересный эксперимент в 60-х годах. Это вообще такая интересная эпоха и для психиатрии, и для всех остальных отраслей. Так вот, была группа ученых, они взяли несколько шизофреников, взяли у них пробы крови, из крови изготовили сыворотку, сыворотку скормили паукам. Пауки наплели такого, отчего бедные ученые попадали в обморок. Этот эксперимент был очень важным. Он доказал, что у шизофрении есть некий морфологический субстрат, то есть что-то в организме, в мозге что-то происходит, а что мы пока не знаем. Вообще, врач-психиатр – это самый, пожалуй, обделенный врач. В том плане, что шизофрению нельзя увидеть ни на рентгене, ни на КТ, ни на МРТ, нельзя сдать анализ. Две полоски тоже никогда что-то вам не покажет. Только есть интуиция, опыт, отчет больного, его поведение, его речь, что родственники рассказали плохого. Все это мы ограничены информацией, когда мы ставим диагноз. Все-таки с течением времени, с развитием науки и техники выяснили, кто же виноват во всем этом. Дело в том, что в мозге, во всем организме, есть большое количество биогенных аминов. Это такие интересные вещества. Вообще, я считаю, что это подарок эволюции. Они участвуют в реализации эмоций, влияют на наше поведение, сигнализируют о боли, вообще несут много очень важных функций, без которых мы бы не жили так, как мы живем. Самые известные из них на слуху – это серотонин, норадреналин, адреналин и дофамин. Дофамин, еще его нейробиологи любят называть молекулярный пряник, потому что он участвует в реализации эмоций и удовольствия. Вот его-то и считают виновником. Не конкретно его, а его дисбаланс в отдельных структурах мозга, которые объединены в такие интересные образования, как лимбическая система. Она отвечает за мотивацию, за пищевое поведение, за эмоциональную сферу в целом. И когда там где-то дофамина становится чуть больше, становится где-то чуть меньше, рецепторы, то есть связывающие участки, перестают правильно работать, и у нас появляются симптомы шизофрении. Прежде чем я расскажу о симптомах, я скажу, что есть 4 формы основной шизофрении. Сегодня я расскажу про самую яркую, про самую часто встречающуюся – это параноидная форма. Конечно, каждая форма заслуживает, чтобы ее рассмотрели отдельно, но поскольку все симптомы, о которых я дальше расскажу, будут так или иначе встречаться при каждой форме, я думаю, что сегодня мы остановимся именно на ней. Все многообразие симптомов шизофрении мы решили поделить на позитивные и негативные. Позитивные называются позитивными не потому, что они хорошие, не потому, что что-то хорошее при них происходит, а потому, что в деятельности психики появляется какой-то продукт, которого не было ранее. К позитивным относятся такие симптомы, как нарушение мышления или бред, галлюцинация, обман восприятия, нарушение сознания и так далее. Ведущим синдромом при параноидной шизофрении является бредовый синдром. И он не просто возникает во всей красе своя сразу, а несмотря на то, что он сам по себе бред, у него есть свои законы развития. Как он дебютирует? По типу озарения. Просыпается больной одним прекрасным утром. Вот он за мной следит, и вот он за мной следит, и он за мной следит. На вопрос, почему, нам больной обязательно что-нибудь ответит. У него в это время как раз кристаллизуется бредовая система. И он уже четко знает ответ на наш вопрос. Причем этот ответ в действительности соответствовать никак не будет. Кроме того, такой больной очень эмоционально заряжен, чтобы отстаивать свою точку зрения. И вообще правило одной из первых у нас техники безопасности в психиатрии – это не спорить с бредовым больным. Получить медный чайник с размаху очень-очень просто. Так вот, такого больного с таким набором, мы говорим, что у него паранояльный синдром. Если мы такого больного не выявили, не вылечили, он скатывается на следующую ступеньку – параноидный синдром. При параноидном синдроме все то, что я назвала ранее, то есть бред какой-то одной тематики, допустим, и аффективная такая заряженность присоединяются к галлюцинации. Слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные, любые, в любых комбинациях, как правило, не очень приятные, все они мешают больному нашему жить. Если и такого больного мы не лечим или начали лечить, но уже поздно, скатывается он еще на ступеньку вниз – это синдром Кандинского-Клерамбо. Очень интересный, по-моему, синдром. Назван он по фамилии двух авторов. Первый – Виктор Хрисантович Кандинский. Если вам эта фамилия кажется знакомой, это неспроста. Он двоюродный брат Василия Кандинского, великого русского художника. Но Виктор Христофорович сам был психиатром, но и сам болел параноидной шизофренией. Это, к слову, о генетике. Он в своих монографиях, которые сейчас золотая классика психиатрии, описывал все, что он переживал, все свои болезненные переживания. Ну и параллельно с ним француз Деклерамбо тоже описал сходные симптомы, поэтому назвали синдром по двум авторам. Этот синдром подразумевает все эти ранние этапы, которые мы с вами уже озвучили, и плюс такие интересные симптомы, как автоматизмы. Больному кажется, он нам так расскажет, моими руками делают то, чего я сам не хочу делать, моим языком говорят вещи, которые я говорить не хочу, моими ногами идут туда, куда я не хочу, и уж там мысли у меня отнимают в голове, вкладывают новые, вообще я устал. Скажет нам такой больной. Если и такого больного мы не лечим, или действительно взялись мы за него поздно, все то, что я перечислил, все вот эти неприятные галлюцинации, бред, автоматизмы венчаются махровым бредом величия. Пусть за мной следят, пусть хотят отравить, пусть что хотят делают, я прибыл спасать эту планету, я во что бы то ни стало ее спасу. Отдельно хочется сказать, что такое психоз, потому что термин из психиатрической практики слишком плотно въелся в бытовой лексикон. Так вот психоз это не драк с битьем посуды на кухне, а психоз это действительно термин, который принадлежит психиатру. У меня сейчас вопрос будет к аудитории. Как вы считаете, что мы делаем все время, пока мы находимся в сознании? А еще? Воспринимаем и анализируем, а еще? И страдаем. Но страдаем мы уже потом, после того, как мы восприняли и проанализировали. Действительно, мы тестируем реальность, мы что-то воспринимаем, интерпретируем с помощью мышления и выстраиваем адекватную линию поведения. При психозе все эти звенья нарушаются, сопровождают все это бредом, галлюцинациями. Такое состояние длится от нескольких часов до нескольких недель, и как раз таки в нем пациенты попадают к нам в психиатрическую больницу. По аналогии с позитивными симптомами, негативные на самом деле не хуже позитивных по определению. Просто они так назывались, потому что происходит отнятие каких-то продуктов психической деятельности, которые были ранее. Начинается все как? Субъективное и объективное изменение личности. Больной про себя думает, что-то я стал тревожный, что-то я стал быстро уставать, что-то я стал такой, каким я раньше не был. И все вокруг говорят, что-то ты стал тревожный, что-то ты стал быстро уставать. Все может закончиться на этом этапе, а может пойти дальше. Те черты личности, которые, черты характера были им присущи до болезни, заостряются до той степени, что мешает ему жить. Такой больной вынужден оборвать социальные связи, которые у него были, вынужден как-то аутизироваться, создать свой какой-то кокон, и в нем сидеть никого туда не пуская. Если такие изменения прогрессируют, мы получаем больного с тем, что американский писатель Кен Кизи назвал vegetables – овощи. Прежде чем я отвечу на сакральный вопрос, можно ли вылечить, я хочу внести такую правку, что на лечение влияет много факторов. И первое из них – это то, что у наших больных нет критики к своему состоянию. Как вы думаете, какая фраза у нас в отделении звучит чаще всего? Доктор, отпустите, доктор, я здоров. Все дураки, а я здоров. И отпустите, отпустите, отпустите. Действительно, критики у них к состоянию нет. И поэтому такому больному заставить его лечиться – зачем? Я же здоров. Второй момент – это, конечно же, то, что мы толком не знаем, почему это начинается и воздействует на причину, нам крайне-крайне трудно. Так вот, если мы все-таки больного поймали и заставили лечиться, мы даем ему нейролептики. Это как раз такие препараты, которые баланс дофамина в головном мозге возвращают на место. Если у нас резистентная форма шизофрении, то есть лечение медикаментами она не поддается, мы подключаем такой метод лечения, который всем кажется варварским, нам кажется замечательным – электросудорожная терапия. Если не помогают таблетки, она уж точно должна помочь. Ну и, конечно, таким больным нужна реабилитация и психотерапия. Они посещают группы, они там обсуждают, с какими бедами пришлось столкнуться, восстанавливают утраченные социальные связи, вообще заново учатся жить в обществе. Что же влияет на то, выздоровеет у нас или не выздоровеет? Если у нас человек заболел достаточно поздно, если он до этого времени уже завел семью, какое-то образование получил, то есть у него образовался некий такой багаж или тыл, к которому есть куда возвращаться после того, как он переболел, конечно, у него прогноз будет лучше. Но если болезнь дебютировала настолько рано, что ничего из этого он еще приобрести не успел, ему будет куда тяжелее. Поэтому нужно иметь дома всегда какой-то багаж, мало ли что случится. На этой позитивной ноте я заканчиваю вещание. Если есть вопросы, отвечу. Я бы хотел немного с другой стороны зайти. Была же, например, история Хемингуэя, который говорил, что его преследуют, и ему говорили, что у него паранойя, но потом оказалось, что действительно за ним следили спецслужбы. Вот, например, представим, что, да, действительно, ко мне прилетят инопланетяне, скажут, что, да, нас сможешь видеть только ты. Ну, в теории, в теории. Вот. Если какая-то объективная... Имеется ли возможность объективной оценки того, что на самом деле со мной все нормально и я здоров? Или мою кровь придется паукам вводить, чтобы доказать, что все нормально? Во-первых, паукам уже давно никто ничего не вводит. Ввели один раз, порадовались и больше не вводят. Во-вторых, во-вторых, у бреда есть совершенно четкие признаки. Был такой ученый Карл Ясперсон знаком, психиатром и философом знаком. Он вывел три критерия бреда. То есть бред или не бред. Первый – это согласуется ли с окружающей действительностью? Да, нет. Больной слишком сильно готов защищать свои убеждения? Да, нет. И легко ли он поддается разубеждению? Вот. И такие признаки обозначил нам Ясперсон. В зависимости от того, отвечаем мы да или нет, мы понимаем, бред перед нами или нет. Плюс еще была такая интересная ученая Нэнси МакВиллиамс. Она, слава богу, ныне здравствует. Она вывела 17 признаков душевного здоровья. Я вам сейчас все не буду перечислять. Если к вам прилетели инопланетяне, но вы насчитали 17 из 17, тогда вы здоровы. Отлично. Спасибо. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Ты говорила, что основными методами выявления шизофрении являются беседы с больным, с его родственниками, наблюдения за ним. Велика ли вероятность ошибки со стороны психиатра, что он может неверно поставить диагноз шизофрения? Конечно, велика, потому что наши методы являются малодоказательными. Это видит и слышит только психиатр. У одного опыт один, у другого опыт другой. У нас есть единые критерии. Международная классификация болезни дает нам одни и те же критерии. Но вопрос, причислит ли психиатр то, что увидит к этим критериям. Если да, то поставит диагноз. Если нет, может ошибется, а может действительно перед ним какое-то другое заболевание. А были ли случаи, когда несколько психиатров обследовали одного больного? Конечно. У нас регулярно работает врачебная комиссия. Если кто-то затрудняется с диагнозом, конечно, коллеги подключаются. А вообще, что именно провоцирует шизофрению и как мне понять, шизофреник я или нет? Что именно провоцирует шизофрению, я, по-моему, потратила минут 5 из 15, чтобы сказать, мы не знаем, господа, мы не знаем, что толкает все эти изменения, что сбивает с толку дофамин, почему он начинает бегать туда-сюда. Серьезно, нельзя ответить на этот вопрос. Как понять, что вы шизофреник? Спросите маму и папу, спросите бабушку и дедушку с одной стороны и с другой стороны. После этого вы можете слегка выдохнуть. Затем убедитесь, что вам меньше 17 или старше 35 лет, потому что это как раз возрастная группа, которая попадает под первый дебют шизофрении. Если вам больше 35, выдохнули. Есть очень известная книга и снятый по нему фильм «Игры разума». Там главный актер Джон Нэш, он математик, но всю жизнь он скрывал свою болезнь, но все-таки смог стать Нобелевским лауреатом по математике. Так вот, может ли человек в современном мире, болея шизофренией, скрыть эту болезнь в себе и надеяться на успешную и счастливую жизнь? Скрыть болезнь целиком, конечно, это сюжет для фильма. Скрыть какой-то один эпизод, особенно когда голоса приказывают тебе молчи, очень легко. Первый эпизод действительно иногда от внимания врача-психиатра ускальзывает. Мы больного получаем на более поздних этапах того же самого синдрома, потому что первые прошли очень тихо. Всем известен Билли Миллинган. А у него было множество личностей, но почему-то несколько лет ему ставили шизофрению. Как различить тогда множество личностей и шизофрению? Дело в том, что у шизофрении, я повторюсь, есть совершенно конкретные критерии. Нарушение мышления, галлюцинации. То есть должны быть какие-то обманы восприятия, нарушение сознания. Когда был Билли Миллинган, наши классификаторы работали еще совсем не так, как они работают сейчас. Тогда еще ученые не объединились и не выявили своим большим опытом, что является шизофренией, а что нет. Дело в том, что при расстройстве множественной личности, эти личности являются полноценными. То есть они функционируют как отдельные личности. А при шизофрении даже одна личность нормально функционировать, мы с вами убедились, в этом не может. Ей обманы восприятия мешают адекватно свое поведение выстраивать. А что делать человеку с генетической предрасположенностью к шизофрении? Как от нее защититься? Есть ли меры профилактики? Дело в том, что профилактика была бы в том случае, если бы мы знали, откуда она берется. Но, повторюсь, в пятый раз мы не знаем. Что делать? Избегать стрессов. Но, к сожалению, полностью избежать стрессов – это, наверное, поместить себя в бар и камеру на всю жизнь. И это, опять же, будет стресс, потому что там не будет много чего того, что приносит удовольствие. Честно сказать, действительно, оберегать себя от каких-то больших стрессов, крупных таких, и чуть что бежать ко врачу. Вот и все. Приблизительно известен процент излечиваемости от шизофрении? К сожалению, это крайне трудно, потому что, если больной через пять лет у него повторился эпизод, он опять к нам возвращается. Все данные, которые мы собрали за эти пять лет, они получаются уже неверны. Нет вероятности выздороветь. Если вы принимаете препараты, она высокая. Если вы не принимаете, она низкая. Вот и все. Это конкретно по количеству пациентов? К сожалению, нет таких данных. Во всяком случае. Спасибо. Вот, насколько мне известно, великие художники Ван Гог, Врубель, они были немножечко сумасшедшими, да, как мы знаем. Может быть, это не всегда плохо, шизофрения? Нет, вы знаете, это всегда плохо. Они создают что-то новое. Извините, что я недослушиваю, это всегда плохо, потому что она мешает жить нормально. Но вот эти две личности, они относятся к этой категории? Это, так сказать, творческий ресурс, подстегнуло их заболевания. К слову говоря, у них ни одного из них шизофрении не было. У Врубеля был маниакально-депрессивный психоз, а Ван Гог, скорее всего, страдал сифилисом головного мозга. Ага, понятно. Да, поэтому к шизофрении это мало отношений имеет. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!